Добрый вечер, уважаемые жители Гала и Галского района! За окном глубокая осень, зима потихонечку дает о себе знать, как вы все заметили. Однако сегодня 12 ноября, четверг и в эфире ГАЛ-ТВ, коротко о главном. Ну, начнем, пожалуй, с того, что крайне актуально и будоражит сердца очень многих сегодня в мире. В Карабахе установлено перемирие. В регион введены российские миротворцы. Соглашение подписано лидерами России, Азербайджана и Армении. Это первая договоренность о прекращении огня, достигнутая непосредственно между главами государств. Путин заявил соглашение основное для справедливого урегулирования Карабахского кризиса. Пашинян заявил, что его условия крайне болезненны для армянского народа. Алиев считает, что соглашение отвечает интересам Баку и Ривана и приведет к долгосрочному миру. Из-за одного из ключевых пунктов документа, связанных с передачей Азербайджану районы Горного Карабаха, включая часть территории, не признанной Нагона Карабахской республики, в Армении начались протесты, протестующие недовольны условиями перемирия. Они ворвались в здание правительства парламента, потребовали сформировать новый кабинет министров и отменить участие Армении в договоренностях по Карабаху. Был избит спикер парламента Армении. Депутаты от оппозиции заявили, что намерены добиваться отставки правительства и отмены трехстороннего соглашения о перемирии в Карабахе. Пашинян вышел в прямой эфир на фейсбук и заявил, что решение о перемирии было принято, исходя из положения на фронте и другого выхода у него просто не было. Он намерен провести митинг своих сторонников. Кремль, в свою очередь, опубликовал полный текст заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное объявляется о полном прекращении огня всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Стороны останавливаются на занимаемой ими позициях. Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020 года, согласно достигнутым соглашениям. Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану к Альбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор будет обеспечивать связь Нагорно-Карабахской республики с Арменией, но не будет затрагивать шушу. Вдоль линии соприкосновения, вдоль Лачинского коридора, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации, параллельно с выводом вооруженных сил Армении. Производится обмен военнопленными и заложниками. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорно-Карабахской республики. В заявлении не упоминается участие Турции и статус Нагорного Карабаха, сообщает агентство «Спутник Лайф». А мы продолжаем и к новостям Абхазии. В начале недели состоялось первое заседание обновленного состава комиссии по защите имущественных прав граждан РФ в Республике Абхазия. Под председательством вице-президента Бадры Гумба состоялось первое заседание комиссии по защите имущественных прав граждан РФ в Абхазии. Указом президента Республики Абхазии Аслана Бжани от 20.08.2020 года был утвержден обновленный состав комиссии по защите имущественных прав граждан РФ под председательством вице-президента РФ. В работе комиссии приняло участие посол РФ Алексей Двинянин, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр внутренних дел Дмитрий Идбар, министр юстиции Андрей Барциц, заместитель министра иностранных дел Одиссе Бигвава, временно исполняющий обязанности председателя службы госбезопасности Роберт Киут, руководитель службы судебных исполнителей Министерства юстиции Зураб Барциц, начальник гражданско-судебного отдела Генеральной прокуратуры Республики Абхазии Елена Читанава, заместитель председателя общественной палаты Александр Страничкин, старший референт комиссии по защите имущественных прав граждан РФ в Абхазии Виктория Беви. Комиссия рассмотрела 17 заявлений от граждан РФ. Вице-президент Бадра Гумба проинформировал, что заявления поступают в комиссию от граждан, которые обращаются непосредственно к президенту РФ. В комиссию, в официальные органы РФ, в посольства РФ, в Русские общины и другие правозащитные организации. По его информации, в рамках работы комиссии рассмотрено 369 заявлений. 66 заявлений граждан РФ уже удовлетворены. Из них в судебном и досудебном порядке разрешено 32, компенсировано и предоставлено иное жилье 34 соискателям с заявлениями. 60 заявителей рекомендовано обратиться в суд, 44 заявления признаны необоснованными, 183 заявления находились вне действия компетенции комиссии. Из них с просьбой о выделении из Государственного жилого фонда и улучшении жилищных условий обратилось 70 граждан, сообщил Бадра Гумба. Участники заседания тщательно рассмотрели каждое заявление. Посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил от себя лично и от президента России представителей комиссии Бадру Гумба и членов комиссии. 10 ноября президент Аслан Бжаня поздравил сотрудников и ветеранов внутренних дел с Днем милиции. В поздравительном тексте говорится. Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Днем сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия. Вы посвятили свою жизнь важному ответственному делу, охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. В органах внутренних дел служат профессионалы, для которых понятие долга и чести не просто высокие слова, а ежедневный, благородный и сложный труд. Сотрудники нашей милиции, порой рискуя жизнью, обеспечивают защиту и спокойствие жителей Абхазии. Оказание всесторонней поддержки правоохранительной системе органов внутренних дел, в частности, является одной из приоритетных задач руководства страны. Мы будем делать все возможное для качественного улучшения материально-технического обеспечения сотрудников Министерства внутренних дел. Хочу выразить особую признательность ветеранам органов внутренних дел, задавшим высокую планку в борьбе с преступностью, передающему молодому поколению правоохранительный своей профессиональный и жизненный опыт. А героизм, проявленный вами в годы Отечественной войны народа Абхазии, является примером беззаветного служения Родине. В этот праздничный день желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на благо нашей Родины. Президент Республики Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Республики Никарагуа Даниэля Артега с 75-летним юбилеем. В поздравительной телеграмме отмечается. От имени народа Республики Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю вас с 75-летием. Вас знают как опытного политика и самоотверженного государственного деятеля, чьи усилия по отстаиванию национальных интересов и укреплению позиций Никарагуа на международной арене высоко ценятся, как на Родине, так и далеко за ее пределами. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего абхазо-никарагуанских связей на благо наших братских народов. Ваше превосходительство, пользуясь случаем, позвольте возобновить уверение в моем высоком к вам уважении и пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. Ну и, конечно же, новости Галского района. Ящик доверия для жителей Галского района, установленный в здании администрации и центральном рынке по инициативе нового руководства Галского района, стал приносить ожидаемые плоды. Жители Гала и района спускают в анонимный ящик свои письма с недовольствием, а также с предложениями. Уже первые письма заняли свое важное место на столе у главы района Константина Эдвардовича Пилия. Доверие к властям со стороны жителей Восточной Абхазии крайне низкое и пришло время менять в корне взаимодействие с местным населением, согласно нормам священной для любого гражданина Абхазии Конституции Республики Абхазии. Территория Абхазии неделима и остается единой для всех граждан, а мы, в свою очередь, обязаны интегрироваться со всеми жителями всех частей Республики Абхазии. Такого рода шаги, как ящик доверия и прочее, позволяют услышать и понять настоящие нужды и настроения простых граждан, что для чиновников и руководителей должно быть крайне приоритетно, подчеркнул Константин Пилия журналистом ГАЛ-ТВ на встрече. На основании указа президента Республики Абхазии Аслан Абжания и приказа министра обороны начался осенний призыв граждан Республики на военную службу. Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие паспорт граждан Абхазии. Срок службы военнослужащих разный. Для имеющих высшее образование служба в армии составляется 12 месяцев, а для военнослужащих со средним образованием 18 месяцев. На этом, пожалуй, все. В эфире ГАЛ-ТВ была новостная рубрика «Коротко о главном». С вами был я, Эрик Микайя. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова